Привет, друзья! У меня готова новая иллюстрация для книжки, над которой я работаю. И сегодня я хотела больше поговорить про подготовительный процесс, про референсы и эскизирование. Если тебя интересует веб-дизайн, интернет-маркетинг или даже программирование, тогда у меня есть для тебя предложение, от которого, дорогуша, ты не сможешь отказаться. Я думаю, вам будет полезно присоединиться к онлайн-конференции, которую проводит Skillbox. Весь сентябрь крутые практикующие специалисты будут делиться своими знаниями в этих трех самых востребованных направлениях в диджитал-профессиях. Это веб-дизайн, программирование и интернет-маркетинг или маркетинг. Все это будет происходить онлайн, поэтому у вас будет возможность задать вопросы самым настоящим крутанам. Участие бесплатно, нужно только зарегистрироваться, и это не займет больше двух минут. Я сама хочу посмотреть несколько лекций по интернет-маркетингу, потому что мне, как блогеру, это будет очень полезно. Так что, может, увидимся там. Для истории мне нужно было нарисовать сцену драки двух братьев, а также сцену, где один лисенок потерялся. Я поняла, что сцену драки я ни разу не рисовала, поэтому мне однозначно нужны были референсы. Вы же, конечно, знаете, что такое референсы. Это картинки, которые можно искать в интернете и которыми вдохновляться. Я обычно это делаю через Пинтерест или Инстаграм, иногда, конечно, и через Гугл. Если Пинтерест, например, дает мне какие-то слишком ванильные картинки, а мне нужна четкая, такая банальная поза. Обычно я еще на английском, и в данном случае я искала что-то типа Children Argument или Children Fight или Mad Kids, ну что-то такое. И попала в Пинтересте на много статей про детское насилие, про то, как они друг друга избивают, а то, как это предотвратить, типа советики. А вот в поиске Гугла я нашла именно такой галименький клип-арт, ну как раз то, что я искала. Те референсы детей, которые я нашла, мне подходили по настроению и также задавали мне анатомическое направление. Но мне хотелось больше мультяшной экспрессии, меньше этих заломов и загибов реально анатомически сложных персонажей. Мне хотелось более натянутых линий. Использовав две верхние картинки, там где девочки перетягивают игрушку, я их как бы объединила одна в другую и нарисовала лисят, которые перетягивают игрушку, но так сильно отклоняются от своего объекта, что у них супер натянутые руки и очень жесткое выражение лица. Но также мне очень сильно понравилась иллюстрация, где мальчишки дерутся, она, во-первых, мне просто очень нравится по технике и настроению, и я подумала, что я могу имплементировать такую позу, ну и слово я, конечно, выбрала, и тоже добавила ей немножко больше гротескности. В итоге у меня сначала получилась вот такая ситуация, это разворот, где на одной стороне лисята перетягивает игрушка, а на другой стороне лисенок потерялся, и он плачет, и он бежит в каком-то темном лесу. Ну, лес я не прорисовывала, потому что мы уже с заказчиком достаточно хорошо понимаем друг друга, и когда я говорю, там будет лес, он приблизительно может себе понять, какой лес там будет, то есть в каком стиле. Но если вы, например, только начинаете работать с заказчиком, я думаю, имеет смысл нарисовать более детальный эскиз, или хотя бы прикрепить в качестве доказательства какую-нибудь картинку, которая будет максимально похожа на то, что вы себе представляете в голове. Потому что, поверьте, понятия красиво и лес у людей бывают очень разные. Это знаете, какой мне пример в голову приходит? Когда вы с риэлтором квартиру ищите, и он говорит, там прекрасная чистая квартирка, евроремонт, все новенькое. И я говорю всегда сначала фотографии, потом обсуждаем, он присылает тебе фотографии, там какие-нибудь салатовые стены, розовые шторы, ну типа евроремонт, но который был сделан в 2000 году, и он такой весь уже морально устаревший, и какие-нибудь еще бабушкины ковры. А потом я лазила по Пинтересту уже в другой день и нашла вот эту картинку, и мне очень понравился левый нижний рисуночек. Это как раз то, что мне нужно было, поэтому я прям конкретно забрала эту идею для своего разворота. Конечно, немножко переработала по композиции, это уже, знаете, на грани плагиат. То есть, если человек увидит первую и вторую картинку, он поймет, что взаимосвязь очевидна. Но, кроме вас же никто не увидит. Короче говоря, этим примером я вам хочу сказать, что использовать картинки в качестве материала для ваших будущих иллюстраций, it's okay. Отправляя иллюстрацию заказчику на ревью, я уже, честно говоря, знала, какие он выберет. Почему я говорю он, если у меня заказчица? Стали лучше чувствовать на протяжении всей нашей работы, и она выбрала более мягкий вариант драки лесяток, где они просто перетягивают игрушку, а не наносят друг другу телесные повреждения. И лисенка, который потерялся в лесу, где мы смотрим на него сверху. Дальше я уже работала в цвете, я уже миллион раз рассказывала, как я это делаю. Если вы хотите посмотреть полный спидпейнт, у меня на патреоне я точно делала об этом пост, и этот спидпейнт можно скачать. Этот материал доступен патреоном с подпиской в 1 доллар. Если вы хотите, вы можете подписаться, а потом, например, отписаться. Кстати, если вы подпишетесь сейчас, то все предыдущие материалы, которые я за все эти месяцы опубликовала, вам тоже будут доступны. Я когда рисую в цвете, я обязательно себе выбираю какие-то референсы по цвету. Особенно если я рисую серию иллюстрации, потому что было бы тупо, если бы в одной книжке были похожие цвета, но разные оттенки. Это не то, чтобы супер разный стиль, тогда это имеет смысл. А когда это вроде бы одно и то же, но немножечко, знаете, не сочетается. Поэтому я вот прям четко пипеткой беру один цвет и использую на следующей иллюстрации. Также у меня там есть одна картинка, это белоснежка. Она мне понравилась по настроению тональному. Я подумала, что лес должен быть темный и такой загадочный. Кстати говоря, это картинка моей подписчицы. Также несколько иллюстраций я использовала в качестве референса для детализации, для того, чтобы понять, как я детализировать буду лес. Но до этого я уже рисовала один куст и подумала, будет неплохо, если растения в моей книжке будут иметь одну структуру. И знаете, когда ты вот в начале работы определяешься со стилем, с приемами рисовки, дальше же становится намного легче тебе работать, потому что ты как бы идешь по накатанной дорожке, используя придуманные элементы, и тебе не нужно очень много думать, ты просто себе рисуешь. Ну и, конечно, когда я использую референсы, я обязательно добавляю свои иллюстрации, возможно, даже не с этой книжки, но в данном случае только с нее, для того, чтобы не теряться в стиле. Я думаю, вы меня поймете, иногда в течение времени у тебя меняется настроение, у тебя меняется насмотренность, и у тебя немножечко меняется стиль. Я заметила, что даже в этой книжке у меня уже немного меняется стиль. Вначале иллюстрации были более примитивные, сейчас они у меня уже более проработаны, и даже заказчица это заметила. Поэтому, скорее всего, когда уже книжку верстать буду, я вернусь к первой иллюстрации, немножко ее подшамаю. Короче говоря, чтобы не заблудиться в этом, я в референсный лист свой добавляю иллюстрации предыдущих разворотов. Ну и немножко о техническом аспекте. Референсный лист я создаю в фотошопе, когда рисую, я ставлю его у себя перед глазами на большом мониторе. Иногда, когда я, например, в каком-то путешествии или где-то не у себя дома работаю, я на телефоне открываю, что, конечно, как бы меняет удобство, но, с другой стороны, а что делать? Я заметила, что мне неудобно помещать референсный лист прямо в рисунок, потому что я тогда не вижу целую картину. Иногда, когда меня очень вдохновится и твоя палитра определенной иллюстрации, я прям беру ее и кладу себе на один холст, чтобы пипедочкой оттуда брать цвета, как вот недавно сделала со своей живописной иллюстрацией. Вот так референсные листы и мутборды помогают облегчить жизнь иллюстраторам. Я надеюсь, мое видео вам было тоже сегодня полезным. А если вы хотите еще больше пользы, то обязательно присоединяйтесь к онлайн-конференции от Skillbox, которая будет весь сентябрь. И, скорее всего, с некоторыми мы увидимся там. Пока!